Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины знаменитых художников с описанием этих картин по книге Великие Музеи Мира. Пророчица Анна. Рембрандт Харнес-Ван Рейн. 1631 год. Дерево-масло 60 на 48. Изображенная на данной картине Рембрандта пожилая, погруженная в чтение Библии женщина, это Пророчица Анна. Евангелие от Луки, в том месте, где повествуется о принесении Иосифом и Марии, младенца Иисуса в храм, сказано, что она была вдова лет 84-х, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Рембрандт представил праведную Анну в современную художнику одежде, но в головном уборе восточного типа, вышитый золотой нитью, освещенная рука, изображая которую мастер передал морщины и голубые прожилки, настолько трепетная и одухотворена, что говорит о персонаже не меньше, чем лицо праведницы, находящейся в тени. В ранний период творчества, когда и была написана работа, Рембрандт изучал возможности света и тени, знание которых пригодилось ему в дальнейшей работе. Предполагает, что в образе Анны запечатлена мать живописца, изображенная, похожая на нее внешне. Об этом можно судить по портретам женщины, созданной сыном и его учениками. К тому же живописец во многих картинах представлял близких различными историческими, мифологическими и библейскими персонажами, словно примеряя на простых людей великие судьбы. Вот такое описание к работе пророчица Анна, автор Рембрандт Хармес ван Рейн. 1631 год. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»